всем привет народ сегодня видео будет у нас не про заработок соответственно если вам не будет интересно послушать мой ответ литвину соответственно лучше закройте это видео также прошу убрать детей от экранов потому что видео будет немножко нецензурной лексики я постараюсь аккуратнее да то есть поменьше матов но соответственно об этом вы должны знать ну а теперь давайте перейдем нашел вот такое видео в принципе не знаю что это за канал по факту давайте послушаем но я буду комментировать свои мысли и соответственно отвечать на его при сдевки к людям короче рассказываю кратенько садимся на подъемник с корешем свитком чтобы подняться на гору и с нами заходит два поляка мужчина и женщина мы начинаем свитком просто разговаривать и в моменте тип спрашивает а вы кто по нации ну и витек отвечает русские и он просто берет с таким презрением уже с того момента короче желание для просто бардом перебать его нереальное было короче так теперь я отвечу лично я живу в украине и кто у меня давно знает я с донбасс и для тебя литвин я скажу я пти и в рожу плюнул а еще бы ты бы не вышел с этого подъемника потому что не ты бы кого-то вы как ты лишь перебал а я бы тебя перебал так чтоб ты бы с оттуда больше никогда не выше и в ответочку тебе если ты хочешь с кем-либо что-то что-то решать какие-то у тебя проблемы кого-то хочешь перебать давай встретимся со мной я живу в украине мы можем с тобой связаться мои контакты есть в моих соц сетях дату ютюбе соответственно ты можешь со мной связаться либо я могу с тобой связаться это не проблема и мы можем с тобой встретиться встретиться можем в автогоне как вы это любите да можем в бокс пойти можем kickbox можем клетка мне без разницы я ничем не занимался ты можешь ты там чем-то занимался я вроде как бы слышу я ничем не занимался я простой парень который просто темно держа жопу до той степени что ты будешь хрекать кровью почему во первых я человек который разговаривает на русском языке который всю жизнь разговаривал мне 30 лет и 30 лет разговаривал на русском языке никогда в жизни не мог подумать что я буду говорить такое но сука ты мразь ебаная русская понял если ты хочешь кого-либо за границей либо где-то тронуть то поверь когда-то я так перебут что ты больше в жизни никуда больше не поедешь почему потому что ты сдохнешь на вот это чисто мое субъективное мнение потому что русских сейчас не уважают нигде потому что вы пришли в украину мрази вы пришли на чужую территорию вы захватили эту территорию давайте начнем до 8 лет бомбили донбасс я был когда там бахкала я был когда туда прилетала я жил там три месяца пока там прилетала и ты мне не надо рассказывать кто бомбил я слышал как вылет был и через секунду был прилет вылет через секунду прилет я слышал я сейчас живу в украине живу под бомбежками у меня есть семья и ты мразь понял ты мразь катаешься по каким-либо отдыхом и тому подобное ты катаешься по отдыху а твоя страна атакует мирную страну которая живет свободно и вы напали на нас съебайтесь нахуй с нашей территории потому что сука мы все пойдем на фронт и пизда вам будет и потом вы сука будете молить нас о том чтобы мы остановились на наших на наших границах 91 года а мы остановимся а знаете почему потому что нам нахуй не нужна ваша страна и другая какая-то страна нам не нужно нам нужна наша страна которую вы суки хотите забрать и вы хуй ее заберете вы возьмете только хуй в рот а теперь еще раз литвин послушай меня внимательно ты мразь если хочешь со мной выйти на бой давай выйдем подеремся решим это все в ринге чтобы никого не посадили да будет наблюдатель чтобы никто не убил друг друга но я скажу так я сделал все чтобы ты вышел с этого автогона ну как минимум коллег я в принципе все сказал давайте дослушаем что в этом видео расскажет ну и соответственно я может прокомментирую еще правильно россия не находится в европе долбоеб ты ебану географию учи сейчас просто без негатива аккуратненько движение меня просто тема очень напрягает просто тебя напрягает эта тема а те не напрягает то что твоя страна фигачит по 3 миллиона по городам ракеты стоимость 3 миллиона за сколько это одна ракета я не говорю о том сколько уже ракет было просто подумайте сколько бы вы могли бы сделать добра за эти деньги которые вы тупо в бухали в ракеты в атаке в нападение да то есть в убийство мирных людей вы бы могли сделать для своей страны я не говорю о чужих странах я говорю для вашей страны чтобы вы могли построить сколько бы дорог вы могли подремонтировать сколько бы вы больницы и тому подобное это просто несчитанное количество вы столько денег тратите на то чтобы захватить территории которые вы никогда не захватите и продолжается дальше хуйня это короче он начинает конкретно базарить за политику и рассказывать о том какие русские хуёвые типы поляк который поляк красавчик поляк правильно говорит те люди которые не признают вас правильно говорят потому что русская нация которая сейчас поддерживает эти агрессии которые поддержат убийства мира на население которое поддерживает нападение на соседние страны это мрази это мрази которые будут отвечать будут отвечать перед богом даже если не не ответит на этой земле они ответят перед богом и это будет вот посмотришь вообще не знает ни капельки для русской душе русских людях и что сука а какой нахуй русской душе ты мразь какая душа у вас нету души русские люди русская душа душа блять душок с параши ваш поняли ты подумай русские люди с хорошей душой как ты говоришь они поддерживают сейчас нападение на соседнюю страну убийство женщин детей мужчин военных наших военных которые не нападали на вашу страну и теперь скажи мне о какой русской душе может идти речь просто вдумайся в свои слова и задумайся кто может тебе ответить а какая русская душа может быть если ты считаешь что твоя душа чиста давай встретимся в рынке имеет какое-то право блять вообще в целом рот открывайтесь такой надменности с нами базаре я могу открывать свой рот потому что ты точно так же как 140 миллионов вас до или сколько там напали на мою страну в котором всего лишь 37 35 миллионов людей вы напали на нас не мы на вас вы на нас напали вы забрали наш крым крым это украина донбасс это украина луганск это украина и все остальные части украины этой харьков и львов неважно это украина и это эти говорю как донбасс человек который родился в донбассе жил в донбассе больше 20 лет ты говоришь русский? он по-польски говорит почему? я должен говорить русский это язык это лучший язык в мире правда? 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 украинцы, которые не хорошие страны вы не знаете о русских народах не говорите о русских народах вы не знаете все вы не знаете вы просто сидите в морях и идите право хорошо не говорите не говорите скажи мне о русских народах что? почему вы так интересно интересно как бы ну рано или поздно видимо это должно было произойти встретить такого хуиглота но в целом вообще слава богу короче что обошлось без всяких драк но потом хуиглот это ты ты берешь в рот от своего президента постоянно потому что он пихает вам всем свою политику нападения на соседние страны атак на мирное население и убийство мирных людей и ответственный не только он а и вы все потому что вы молчите потому что вы ничего не говорите потому что вы просто терпилы которые как говорится за царя батюшку готовы идти умирать потом когда уже вышли из кабинки думаю сука все таки прям на хорошего ли леща такого аккуратненького чтоб еще кружочек на кабинке нахуй смотался потом уже очухался ну прям заслужил типочек короче раз а если бы я был бы в кабинке ты бы снег не вышел возможно меня потом бы посадили но ты были бы с нее вылетел либо ты в ней бы остался на всю жизнь которая у тебя бы после этой кабинки не осталось так что я рекомендую тебе закрыть свою ебало и сидеть жить своей россии а не ездить по заграницам хули ты там делаешь если тебе не нравится заграница ты любишь свою россию живи в россии катайся по россии нехуй тебе ездить по заграницам правильно я считаю правильно а если ты хочешь что-то мне сказать да там могут мне сказать что я хайпуюсь да ребят я хайпу мне пух потому что я готов с ним выйти в ринг он не будет он не захочет он не видел меня он подумает что я сильно большой сильно либо сильно маленький для него и он просто очканет даже мне ответить если кто-то меня смотрит с его зрителей да то есть либо поклонников передать ему это видео буду благодарен в принципе я еще раз извиняюсь за то что у меня была нецензурная лексика если кому-либо это видео не понравилось я опять же в начале видео говорил что вам это будет не интересно у меня в принципе видео о заработке но прям реально не сдержался ребят уже почти год войны россии с украиной в которой россия напала на украину и пытается забрать ее территории которые никогда ей не принадлежали и то что там кто-либо говорит о нацистах и тому подобное я всю жизнь прожил в донбассе после чего после донбасса в 2014 году я ездил на западную украину разговаривал там на русском языке мне слова никто не сказал я приходил в магазин скуплялся подходил к продавщицам разговаривал опять же на русском меня обслуживали впервые чем даже обслуживали людей на украинском языке то есть отношение украинцев к русскому языку было вообще никакого то есть общаешься ты на русском общайся спокойно а сейчас после полномасштабного нападения рашки на украину да то есть после 24 февраля 2022 года я так скажу навіть я почав розмовляти украинскую мову якщо якась мразь чи мерзота захоче щось мені предъявити давай предъявляй а ты литвин иди у дуб горь у пекли и нехуй ездить по заграницям якщо ты хочеш земноя зустритись давай зустринамось связь у тв е телеграмми е в описи можеш написати мы с тобою зустринамось в ринзе обовязково тики в ринзе и соответственно с тобой будем драться скажу тебе на русском мы с тобой проведем хороший бой в котором у тебя не получится как договориться о деньгах и тому подобное я солью ты салишь не такого не будет это будет честный бой в котором победит сильнейший возможно выиграешь ты всегда нужно быть реалистом да и предполагать две ситуации но я скажу так я сделаю все чтобы выиграл я и народ украины обязательно победит в украине да в украине мы победим почему в украине потому что это наша земля и все земли которые вы смогли захватить оккупировать неважно как вы это назовете мы их вернем до 1991 года граница будет возвращена я уверен в этом каждый раз доначу на заслу если нужно будет пойду опять же в лавы заслу и еще раз скажу слава украине героем слава ну и как говорится русский корабль иди нахуй и